Почувствовать на себе ужасы репрессий смогли посетители Карагандинского музея жертв Карлага. Накануне здесь прошла акция «Ночь в музее». Более сотни человек изъявили желание провести вечернее время суток в бывшем исправительно-трудовом лагере для репрессированных. Загримированные и приодетые сотрудники музея показывали сценки из жизни заключенных и угощали пришедших тюремной пищей. После реставрации музей Карлаг еженедельно устраивает экскурсии. Желающих очень много, но в этот «Семирный день» ночь в музее желающих было столько, что телефон не умолкал от наплыва звонков. Все хотели посмотреть хотя бы одним глазом, что же будет происходить в этот день в Карлаге. На пять экскурсоводов пришлось по 20 человек. Мы хотим, чтобы люди не забывали, что это были действительно очень трагичные страницы нашей истории. Только для этого, ради памяти тех, кто без вина поступил. Специально к акции подготовился весь персонал музея – кочегары, бухгалтеры, врачи. В этот день первоплотились жертв политических репрессий. Все соответствовало тому времени – инвентарь и другие вещи, и даже старый духовой оркестр, который играл перед Карлагом в 30-40-х годах. Были разыграны некоторые отдельные сцены из воспоминаний репрессированных. Чтобы роль нормально сыграть, ты представляешь, как бы ты на их месте был, и как забрать ребенка у матери. Даже в наше время бывают, что матери отдают в дом малюток сам, а тут отбирают. Вот состояние вот этой матери, которую отбирают, и которую потом будут приносить, или ее приводят под конвоем, что она его не видит постоянно. Это тяжело и для них, и для меня, как я их забираю у них в дом малюток. По словам участников, все казалось настолько реальным, что некоторые даже прослезили. Да, я уже и поплакала, и все. Не рассчитывала, конечно, плакать, но не смогла сдержаться. Тяжело. А динственная же не понаслышке знает, через что пришлось пройти узникам Карлага. Мама, бывшая репрессированная в свое время женщина, рассказала ему все, как было на самом деле. Однако, даже великолепная актерская игра не сможет передать тот ужас. Мама прожила все это, она в поцах тоже. То есть, с 2006 года она все это видела. Она даже не хочет в музей идти. Она все видела, прожила и в Волге, и в Холле. Испытала уже, и 78 лет уже. За ночь в музее успели посетить более 150 человек. А задачи наопечалены, эмоций было много. Равнодушных в этот день не осталось. Амина Смакова, Марат Кулкинов, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова